На улице 30 градусов жары, уже через 5 минут начинаешь обливаться потом, становится тяжело дышать, но на улице находиться еще куда не шло, а вот ехать в душном автобусе, где температура выше на 20 градусов вообще невыносимо. Мы зашли в 53-й автобус, на удивление, все форточки, а их здесь 5 открыты. Охладиться можно и под открытым люком, правда в автобусе все равно царит сильная духота. В 53-й я стараюсь садиться, потому что дискомфорт невозможный, очень жарко. Я когда еду на работу, я выбираю сюда транспорт, чтобы в нем были форточки. Есть просто 53-й, где их просто вообще нету, люк работает только один, как бы так вот, видите, кондиционер не работает. Я просто жду другой транспорт, я лучше опоздаю на работу, лучше пенделя получу. Шибко уж нужно в автобусах, он не открывает точки. Как вы себя чувствуете? Задыхаюсь, что не в обморок падает. Как вы переносите? Да, нормально переносим, надо просто сесть, ветерком обдувает, и все. Правда, если автобус стоит в пробке, то ни о каком обдувании речи быть не может. Кстати, проблема духоты касается не только автобуса 53-го маршрута, но и всего общественного транспорта. Выжить в жару в барнаульских автобусах совсем непросто. Это был 55-й автобус, ехала я на нем ровно 5 минут, и уже просто плохо, очень душно, и пот просто течет ручьями. По современным нормам во всех автобусах должны быть кондиционеры. Так, москвичи уже давно катаются по городу с ветерком. Но для барнаула это непозволительная роскошь. Купить новые автобусы дорого, установить в них кондиционер тем более. Кстати, по прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится в городе еще неделю. Так что, если выбираете общественный транспорт, попробуйте не получить тепловой удар. Садитесь на места в автобусе рядом с входными дверями и окнами. Там прохладнее всего, и берите с собой побольше питьевой воды, желательно в металлическом термосе, чтобы она не нагрелась. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.